Ярмарка-привоз станицы Анапской работает на новом месте, в районе станичного парка. Ранее она располагалась на территории торгового центра Николаевский. Припаркованные у обочин автомобили оставляли слишком мало места для проезда, заторы на трассе. И для самих покупателей новое место под ярмарку показалось более удачным. Теперь станичники всем довольны. Нигде не столпотворения никакого, не так как было там. Не пройти там машину очень много было, скопление такое, что нельзя даже улицу перейти столько было. А здесь все в порядке. Ярмарка это прекрасно, места много. Народ, который не знал, но в первый день же, когда вот сюда приехали, народ идет сюда. А сегодня все еще с утра идут, 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 все говорят, потому что взял здесь рядом остановочка. Одна остановочка, другая остановочка. Очень хорошо все придумано. Заместитель главы Александр Колесников лично проверил цены на сельхозпродукцию, благоустройство территории. Выполняется ли договор между администрацией и фермерами? Сельхозпроизводителям должны предоставлять бесплатные места, а они в свою очередь продавать товары по самым доступным ценам. Дешевле. Вот на рынке яблоки. Вот, например, я купила по 70 рублей хурму. А на рынке эта хурма стоит у нас, вот в Анапской, 120-150. Ну, разве мы, старики, можем это покушать взять? Нет, конечно. По сравнению с магнитовскими ценами, тут намного дешевле. Теперь сельхозпроизводители предлагают свою качественную местную продукцию по доступным ценам в едином месте. Рядом расположены две автобусные остановки, школа и садик. Забирая детей, родители могут купить продукты к домашнему столу. На ярмарке-привозе в станице Анапска более 30 фермеров предлагают овощи и фрукты. Индивидуальный предприниматель Татьяна Васильева продает овощи на ярмарке-привозе уже год. Переехали мы на новое место. Здесь нам уютнее, ровненькие ряды. Администрация старается, для нас убрали все лишнее. Народ здесь удобнее ходить, площадки как бы все асфальтированы. Облагораживают, везде делают, чтобы было культурно, красиво, удобно покупателям. Поддерживаем цены, стараемся. На ярмарке-привозе любой желающий может бесплатно приобрести свежий выпуск газеты Анапска-Черноморье, чтобы всегда оставаться в курсе городских новостей. В Управлении сельского хозяйства ведется разработка планов по улучшению привоза, чтобы он был еще доступнее и комфортнее для жителей. Планируется организовать все в стиле кубанской казачьей ярмарки. Например, покупатели смогут приобретать товары под звуки музыки радио «Казак-ФМ». Для того, чтобы ярмарка-привоз переехала на новое место, площадку расчистили, спилили высокие многолетние тополя, которые представляли реальную угрозу для станичников. Лица, приезжающие торговать, они становятся вдоль тротуарной дорожки. Люди нормально подходят, покупают. Есть возможность и самое главное – безопасность. Глава города поставил задачу создать для людей все условия для того, чтобы люди имели возможность купить непосредственно нормальный, хороший товар у производителя. И мы эти условия создаем. Ярмарка-привоз в станице Анапской работает каждую среду с 8 утра до 15 часов дня. Продолжение следует...